В инфекционных отделениях больниц Ульяновской области завершаются все ремонтные работы. А в связи с чрезвычайной обстановкой, вызванной угрозой коронавируса, губернатор поставил задачу как можно раньше завершить все необходимые работы и лично объехал лечебное учреждение, чтобы проверить, всё ли в порядке. К примеру, в инфекционном отделении на Ульяновской больнице ремонт завершён на 90%. До конца недели к приёму пациентов с ОРВИ и пневмонией будут готовы изолированные боксы. Предполагается размещение больных на 20 мест. Каждая палата боксированная имеет изолированный выход, который не сообщается, с общим коридором. В палатах имеется санузел, умывальники, ванна, туалеты. Всё это есть. Кроме этого, на базе больницы создадут обсервацию для людей, прибывших из неблагополучных стран и не имеющих возможности самоизолироваться на дому по прибытию. В Центральной городской клинической больнице Ульяновска боксы первого этажа уже отремонтированы. Идёт разработка проекта по разводке кислорода и закупке кислородных станций. Когда появляется пациент с подозрением на особо опасную инфекцию, он доставляется скорой помощи в специальной одежде, в специальных условиях конкретному боксу, отдельно заводится в изолированный бокс. То есть, контакта с другими пациентами он уже не имеет, полностью изолируется. И любые процедуры посещения у него осуществляются с отдельного входа с улицы. В больницах региона есть уже 436 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Закуплено ещё 12. Федеральное министерство здравоохранения отправлено заявку ещё на 250 дополнительных аппаратов. Создано три пункта изоляции лиц с подозрением на новую инфекцию. Ведётся постоянное тестирование людей из группы риска. И в целом мы готовы развернуть эти больницы на 100 коек. У нас издано распоряжение о перепрофилировании. То есть, мы понимаем, у нас же есть ещё остальные больные с инфекционными заболеваниями, которые тоже лежат в этих больницах. Этих пациентов прекращается госпитализация в инфекционное отделение, и они будут госпитализироваться в другие инфекционные разделения. Уже расписано, какая патология пойдёт в какое отделение. Напомним, задачи по повышению качества и доступности оказания медицинской помощи также поставлены президентом страны в национальном проекте здравоохранения. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ.